Он не предсказывает. Он прогнозирует возможные изменения или отсутствие. Это барометр. Это барометр. Экономика, бизнес, финансы. Обо всем важном в ближайшие 25 минут. Я Андрей Титов. Всем привет. С нами, как обычно, руководитель группы компании «Капитал Гейтс» Станислав Кузнецов. Стас, привет. Приветствую, Андрей. У нас правящая коалиция продолжает проталкивать свои идеи, которые во многом сводятся к повышению налогов. И вот получается, например, что гостиничный сектор какие-то преференции себе все же выторговал. У них была льготная ставка налога с оборота 9%. Обещали, что повысят как для всех до 22%. Много возмущения было. Повысят до 13%. Как ты считаешь, это можно сказать победа бизнеса, который громко кричал на каждом шагу о том, что его просто убьют на корню? Победа демократии. Здравого смысла. Но смотри, в каждых таких вещах делается определенный расчет. И я предполагаю, что цифры показали, что косвенная выгода от того, что к нам будет больше туристов приезжать, которым будет по силам оплачивать услуги отелей. То есть косвенная выгода будет гораздо больше за счет того, что, например, налоговое поступление, налогового соборота будет больше. Они будут больше где-то потреблять, больше пользоваться всей нашей инфраструктурой, ресторанами, кафе и так далее. То есть в этом смысле можно посчитать, что будет туристов меньше на 30%, которые скажут, у вас слишком дорогие отели, у нас таких возможностей сейчас нет. Или пересмотрят свои планы. Или те, которые все это скажут, окей, мы приезжаем, но начинаем потреблять то, что есть вокруг. И соответственно от этого выгода в итоге и казна будет пополняться больше. Скорее всего это такой простой прагматичный пример расчет, предположительно. Но с другой стороны возмущение, те вещи, которые, я думаю, что вошли на этой повестке в обоснование этих изменений, повлияли, конечно же, на решение. Если твое предположение верно, то это показывает, что когда эти идеи были озвучены, никакого анализа проведено не было. Анализ проводили задним числом. И примерно то же самое сейчас происходит с печатными изданиями. Хотят повысить для них льготную ставку налога с оборота. Сейчас она 5% составляет. Хотят повысить до 9%. И у нас сейчас возмущение представителей различных изданий очень велико. Прямо на каждом шагу кричат из каждого утюга, что это удар по демократии, что мы губим на корню местную прессу. И тем самым усиливаем влияние зарубежных каких-то изданий в Эстонии. На самом деле эти 4% пункта, я как человек, занимавшийся всей этой издательской математикой, могу сказать, это не так много. Конечно, не катастрофично, хотя это такая важная частичка общего пазла, который называется расходы на издание той или иной газеты. Но это тоже, как мне кажется, очередной пример того, что у нас никакого анализа сделано не было, а просто решили, где бы еще деньги взять. О, смотрите, а давайте тут поднимем. Видишь, создан прецедент уже в виде отелей. И, скорее всего, он будет распространяться на другие какие-то отрасли. То есть пойдет чередой, ты говоришь, обоснование, 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 чтобы не было вот этого, давайте здесь, давайте здесь. Скорее всего, действительно, поскольку сейчас конъюнктуры, да и вообще вся экономическая атмосфера меняется очень динамично, скорее всего, анализа было недостаточно. Я не знаю, был ли он, не был, в каком виде он был представлен, кем анализировался. Но, скорее всего, его не было в том виде, в котором четко показывает, что вот если сделать так, то будет так. В этой ситуации посмотрим, может быть, с печатанием или еще с чем-то будут какие-то другие, скажем, выводы или результаты, и как повлияет этот прецедент с отелями, тоже будем смотреть. Смотри, тут что интересно, в налоговой системе есть вещи, которые просто так, по мановению волшебной палочки, ни одно правительство сделать не может, потому что есть определенные договоренности на уровне Европейского Союза. И эти договоренности предусматривают, что определенные исключения можно делать. В частности, Европейский Союз не запрещает облагать средства массовой информации хоть нулевой процентной ставкой, то есть делать исключения. Ну и плюс ряд других исключений предусмотрен, в том числе, например, для отельного сектора, гостиничного, о котором мы сегодня говорили. Здесь вопрос в принципе, то есть нужны ли эти исключения, вот на твой взгляд. Потому что у нас сейчас у власти партия реформ, а реформисты всегда руководствуются очень простой логикой. Минимальное вмешательство государства, раз, и как можно более простая система налогообложения, два. Чем больше исключений, тем сложнее система. Вот, собственно, поэтому, может быть, они и хотели бы все уравнять вообще. Исключения должны быть всегда. Потому что, несмотря на то, что европейская экономика, это в принципе, можно сказать, один центр принятия основных решений, определенный регулятив, распространяющийся на все страны, члены Союза. Но нужно не забывать, что у нас совсем разный рынок, разная конъюнктура, разное население, разные взгляды, даже культурные какие-то различия и многое другое. Поэтому здесь без исключения точно не обойтись. Что касается определенных либеральных взглядов, правящей коалиции или кого-либо другого, то здесь, к сожалению, сейчас такое время, что не всегда можно руководствоваться тем, что ты заявляешь изначально. Ты заявил, что все будет хорошо. Но когда в динамично меняющейся экономической среде приходится принимать быстрые оперативные решения, то, скажем, вот эти либеральные взгляды и вот этот подход, не знаю, к демократии, к свободе, к чему-либо, они, конечно, в определенном смысле отодвигаются. Это не значит, что имя пренебрегается, но чем-то приходится жертва, приходится выбор делать. А вот если вообще о налогах говорить, у нас политики, когда заводят речь о повышении налогов, всегда указывают на то, что в Эстонии, по сравнению с другими европейскими странами, налоги очень низкие. Мне на днях попались любопытные таблицы, опубликованные нашим изданием Постемез, где говорилось, что да, если брать прямые налоги, то есть те, которые мы можем почувствовать, ежемесячно получая зарплату, то есть социальный налог, подоходный налог, то здесь у нас действительно есть пространство для роста по сравнению с большинством европейских стран. Но если брать все остальные косвенные налоги, акцизы, налог с оборота тот же самый и так далее, то сложив все это вместе, мы получаем такую картину. Сравнивать будем с Организацией экономического сотрудничества и развития, это так называемый клуб богатых и успешных стран мира, куда Эстония тоже входит, и там еще свыше 30 государств, то есть если уже с кем сравнивать, на кого равняться, так это на них. Так вот, если со странами Организации экономического сотрудничества и развития сравнить, то Эстония, но вообще не в конце списка по величине налогов, мы такие крепкие середнячки, а где-то вот по этим косвенным налогам даже уже подбираемся к лидерам. Вот твое ощущение, каково на этот счет? Есть у нас пространство для роста этих самых налогов? Или уже действительно непрямыми так косвенными поджали по самое не хочу? Ну, сложно сказать, есть ли пространство. Мы очень часто эту тему поднимали на прошлых наших встречах, и говорили о том, что есть определенные страны, ну, не знаю, там Дания, предположим, не знаю, там Люксембург, Швейцария, там и так далее. Ну, Швейцария, ладно, она не вера в союзе, но она все равно часть большой европейской, скажем, семьи, где налоговая политика в корне отличается от привычной усредненной, о том, что ты сейчас говоришь, мы где-то там в серединке находимся. И, соответственно, ну, там и уровень жизни гораздо выше. То есть он существенно выше, там Норвегия та же. И если говорить о том, что есть ли у нас там место для того, чтобы поместиться, я думаю, что в условиях, в сегодняшних ситуациях, когда любое повышение налогов, оно связано с урезанием потребления, то это, в принципе, в такой ситуации места нет. Когда налоги повышаются и при этом создается в экономике добавленная стоимость, и людям становится лучше, и бизнесу становится лучше, и государству становится лучше. В такой ситуации можно искать способы, например, эти налоги там, например, и поднимать, и перераспределять их между разными экономическими программами, экономическими субъектами и делать разные другие действия. То есть сейчас все-таки в определенном смысле идет пожаротушение. При пожаротушении на самом деле сложно, скажем так, руководствоваться, наверное, какой-то такой общей выгодой. Скорее всего, какая-то часть экономических субъектов пострадает, но государство сможет, например, выполнить определенные свои обязательства, в том числе социальные обязательства и какие-то запланированные программы. Поэтому это очень непростое решение на самом деле. О тех экономических субъектах, что могут пострадать, поговорим далее. Есть такой европейский отчет Интрум о платежах за 2023 год, и он показывает это исследование, что три четверти эстонских предприятий предвидят просрочки и неплатежи от клиентов. 73% эстонских бизнесменов выразили опасения. Понятно, что не от общей совокупности, а сделалась определенная выборка в вопросе. Наибольшую озабоченность выражают финансовый, строительный и государственный секторы. Этот показатель эстонский очень сильно превышает среднеевропейский. В Европе в среднем 60% опасаются, что в этом году столкнутся с просрочками и неплатежами. Какой тебе видится ситуация в Эстонии на этот счет? До тех пор, пока будет продолжаться ситуация, при которой поднимаются учетные ставки, растет нагрузка по тем же самым кредитам. До тех пор, пока в экономике будет, в том числе по этой причине, сохраняться неопределенность, то риск банкротства каких-то определенных субъектов будет сохраняться, и он будет выше становиться. И здесь, к сожалению, я могу так сказать, что, наверное, я даже присоединился бы к этим 73% и сказал бы, что риск неплатежеспособности будет выше. Потому что до сегодняшнего дня, благодаря достаточно активной фазе роста экономики за последние несколько лет, удалось субъектам всем экономики, домохозяйствам, возьмем так простым языком сказать, скопить определенную сумму и сейчас, скажем, просто поставить, например, в приоритеты оплату возросшие платежи по кредитам, по лизингам, по другим обязательствам, и также для предприятий. То есть была определенная подушка, которую можно сейчас направлять на то, чтобы ни в коем случае не остаться в дефолте. Поэтому в целом, если посмотреть по банкам, платежеспособность, например, сейчас остается на достаточно высоком уровне, даже на очень высоком уровне. Но при увеличении долговой нагрузки, при увеличении стоимости денег, риски эти начинают постепенно возрастать. Как показал этот опрос, банковские финансовые секторы тоже тревожатся. Знаешь, какой сектор меньше всего предсказывает неплатежи и просрочки? Телекоммуникационные. То есть без интернета и связи никто остаться не хочет. К счастью, технологии добрались до такого уровня, что в телекоммуникации никакие особо издержки, которые сейчас появились в связи с трансформацией этой экономики, не влияют на деятельность их. Там уже настолько достаточно оптимизированные расходы, и вот эти услуги, которые предоставляются, достаточно задешево, которые позволяют, в принципе, пользоваться всем, чем мы пользовались до этого, без каких-то проблем. То есть, ну, предположим, семья платила, там, не знаю, за мобильный телефон свой 10-20 евро. Вот она и будет платить 10-20 евро. А если там был платеж по кредиту, там, 1000 евро, а стало там 1500 или 2000 евро будет, то вот эта разница, она существенно ударит по кошельку, потому что уж точно рост зарплат, он не поспевает за увеличением вот этой, скажем, вот этих платежей, возможно. Вот тут мы постепенно к следующей теме подошли. Как показывают статистические данные, все больше жителей Эстонии ищут вторую работу. Вот три года назад 42 тысячи человек в нашей стране имели вторую работу или подработку. Сейчас таких, согласно статистическим данным, 45 тысяч. Это самый высокий показатель с 1999 года. Да, у нас были 90-е, когда там эти цифры были еще выше, тогда, в принципе, люди пахали на двух, а то и на трех работах. Сейчас таких 45, и за последние вот 24 года, это, как я уже сказал, самый высокий показатель. Я бы тебя, как работодателя, наверное, спросил, а как ты смотришь, например, на то, что твой подчиненный имеет еще одну работу? Это не от хорошей жизни, люди не могут прожить на одну зарплату. Ну, мне придется, да, смотреть. Наверное, я чем-то недозагрузил или не дал ему достаточно мотивации, чтобы сосредоточиться все-таки на выполнении тех задач, которые стоят в нашей группе компаний. Для меня это был бы определенный вызов. Вызов, связанный с тем, как мы правильно управляем человеческими ресурсами. Но, с другой стороны, если у человека есть... Мне будет, например, казаться или я буду считать, что я, со своей стороны, сделал все, что мог, но у человека есть, например, мотивация больше зарабатывать и что-то делать, то мне остается только поддержать, потому что, ну, почему нет? То есть, если здесь все сделано, здесь все идеально, но я хочу еще чего-то, ну, тут говорится, каждый человек волен сам решать. Ну, да, очень, наверное, конечно, зависит это от характера работы, от того, чем ты занимаешься, как твой рабочий день построен, потому что если это условный кассир в супермаркете, который должен просидеть за кассой 8 часов, то трудно представить, что он спустя эти 8 часов смены пойдет на 8 часов в другой супермаркет, на такую же смену. А если это, например, работа программиста, предполагающая большую часть, работа на удаленке, то почему бы и нет? Я вот сам, как человек, который никогда в жизни не имел одной работы, всегда имел их как минимум две, прекрасно представляю, что это возможно. Ну, да ладно. Кстати, если говорить о совмещении работы, был у нас такой политик, почему я говорю, что был, потому что он сейчас отошел от активной политической деятельности, Мартин Ряпинский, вот он прославился тем, что он еще, будучи депутатом парламента, стал подрабатывать в такси, причем рассказывал в прессе, что таксиста может заработать чуть ли не больше, чем там у него оклад в парламенте. Вот такой своеобразный ход, потому что это, я думаю, что такая, ну, какая-то политическая игра или еще что-то, то есть ставить, как говорится, под сомнение, скажем, работу там в парламенте и говорить, что это там не настолько, ну, не знаю, там хорошо или по каким-то критериям там оплачиваться как таксист, то есть, с одной стороны, любая работа, это хорошо, не важно, ты там таксист или финансист или еще кто-то, то есть, везде нужны люди и каждая работа, это здорово и каждый человек нужен. С другой стороны, сравнивать вот эти две величины, что вот я здесь, но здесь лучше, чем здесь, это определенный политический ход и тут я не знаю, какая была мотивация. У меня вообще такое подозрение, что у него просто был какой-то секретный договор с компанией Болт, который он тем самым пиарил, потому что в Болте даже в свое время была отдельная такая строчка, когда заказываешь такси, там можно было заказать такси с Мартином Ряпинским, 50 евро стоило. То есть, солидная наценка. Здесь не обошлось без пиара. Это тоже. А я к чему? Так, мостик кинул к следующей новости, которую хотел обсудить. Газета «Постимес» изучила декларацию экономических интересов депутата нашего парламента. Можно посмотреть, кто сколько в прошлом году заработал и у кого какие кредитные обязательства, потому что тут ведь тоже можно зарабатывать много, но при этом иметь много долгов, а можно наоборот, удовольствоваться скромным окладом, но при этом никому ничего не быть должен. Интересно, что рекордсмен по своим финансовым обязательствам у нас реформист Марио Кадостик. Его кредиты, лизинги и прочее составляют почти 600 тысяч евро. А самым независимым у нас может считаться бывший старейшина Мустами, отцентрист Лаурелац. Его годовой доход был в прошлом году почти 200 тысяч, и у него нет ни одного кредита. Как бы ты прокомментировал эту новость? В принципе, о чем-то вообще говорит то, что у человека набраны кредитные обязательства на очень большие суммы. Тут, мне кажется, такое немножко поколенческое. Например, наши родители с трудом понимают, как можно жить в долг. Мы уже не понимаем, как можно жить не в долг. Это вопрос исключительно потребительских привычек и каких-то личных предпочтений. Здесь кто выбирает для себя какую стратегию, это чисто лично. Есть действительно определенный консервативный подход. Вот у меня есть вот это, но у меня какие-то активы, но у меня нет обязательств. Либо у меня есть много-много активов, но и много достаточно обязательств. Здесь, я думаю, что нужно исходить из принципа такой, сколько нет активов у каждого человека. Или у каждого экономического субъекта. То есть все активы минус обязательства. То есть, наверное, это будет такой самый главный показатель, по которому... Подождите, давай поясним. Например, если у него кредит на 600 тысяч евро, но дом, в котором он живет, стоит миллион, то, в общем-то, он на 400 тысяч в плюс. Да, или тот, у которого 200 тысяч и больше ничего нет кредитов. То есть, кому лучше вот здесь? Да, все относительно, если такой логикой руководствуется. Да, нужно смотреть на нет активов. Если эти активы, естественно, ликвидные, то здесь можно вот этой формулой пользоваться очень просто. Ликвидность активов, это тоже такой отдельный интересный момент. Может быть, у меня дома лежит какая-то редкая коллекционная монета, которая оценивается в 150 тысяч евро, но пойди ты попробуй ее продай, когда тебе срочно нужны будут деньги. А недвижимое имущество, оно всегда в цене. Недвижимость, даже вот сейчас смотрим, какие экономические изменения, даже в определенном смысле сигналы о рецессии есть, при этом все равно недвижимость покупается, продается. Просто есть там цена выше, ниже, но она существенно не отличается от тех цен, которые были там буквально недавно. Это можно назвать ликвидный актив. Как ты правильно сказал, там коллекция каких-то искусств или еще чего-либо, это нужно реализовать. Возможно, можно получить много или ничего не получить. То есть здесь подход, подход к, скажем, в оценке нет активов, используя эти активы, он, естественно, такой специфический. Вообще данные показывают, что среднестатистический житель Эстонии стал за последние 10 лет намного богаче. С 2013 по 2021 год имущество эстонских семей увеличилось в среднем более чем на 50%. Но, опять же, мы говорим о средней температуре по больнице, потому что в этой же новости, которую я сейчас процитировал, говорится о том, что в стране сильное материальное неравенство, и вот это экономическое неравенство, оно только усугубляется. Тенденции к тому, чтобы разница нивелировалась, не наблюдаются. То есть когда-то у нас были очень популярны разговоры о том, что есть две Эстонии, богатая, преуспевающая, и вторая, бедная и нуждающаяся. И такое ощущение, что вот если найти данные операции, которые я сейчас озвучивался, мы снова в ту сторону движемся, снова сейчас эти разговоры актуализируются. Ну, каждая развивающаяся или развитая экономика имеет основной задачей своей, скажем, создать такой плотный, упакованный средний класс. Когда начинается определенная рецессия, то, соответственно, вот этот средний класс чуть-чуть подосухает, и вот эта разница становится больше очевидной. И в этой ситуации, как сейчас, это, скорее всего, тенденция будет в определенное время продолжаться. Что касается вот этого роста, все-таки рост наблюдается на 50%, он вообще во многом обусловлен первоинфляцией, то есть стоимость денег, непосредственно падением стоимости денег на протяжении последних 10 лет. А второй очень важный аспект, что при этой инфляции, например, любая семья, имеющая там недвижимость, знаю там со старых времен, даже квартира за 100 тысяч, она стала там 150 тысяч стоить или 200 тысяч стоить. То есть, соответственно, рост стоимости благосостояния возник еще не за счет того, что было больше возможности потреблять, а возник еще дополнительно за счет того, что активы домохозяйства и бизнеса, они сами по себе просто росли в условиях постоянного наблюдающегося экономического роста. Ну, в отношении инфляции действительно ничего позитивного не скажешь, она по-прежнему высокая. В Эстонии цены растут чуть ли не быстрее всех в Европе, впереди нас только Латвия и Словения, если брать майские показатели. Также цены на продукты во всем мире падают, в Эстонии растут. Ну, чтобы хоть на позитивной ноте какой-то закончить, такую новость процитирую. В Эстонии, как выяснилось по оценке Стокгольмской школы экономики, уровень теневой экономики в странах Балтии самый низкий. Всего 18% от волового внутреннего продукта, это ниже, чем в Латвии и Литве. То есть, с теневой экономикой у нас, ну, может быть, не полный порядок, но, по крайней мере, все неплохо. Интересно посмотреть, как пришли к этому коэффициенту, как нашли именно вот эти 18%. А у тебя вызывают сомнения цифры? Нет, у меня не вызывают сомнения, мне просто очень интересно. Ну, у них там своя методика есть, я, честно говоря, не углублялся, поэтому придумывать на ходу не буду. Это на самом деле хороший показатель, но мы видели, что последние 5 лет происходит с точки зрения контроля через банки, посредством банков, за счет, между всеми субъектами экономики, как там нужно, сколько всего заполнять, сколько подтверждать происхождение, сколько там нотариусу нужно что-то давать там. То есть, везде нужно постоянно было отчитываться, и, скажем, это позволило определенные, скажем, отсечь часть теневой экономики и путем регуляции банковского сектора, прежде всего. И эти показатели за счет этого, конечно, улучшились. Но посмотрим, что будет дальше. То есть, если будет рецессия, может быть, этот показатель ухудшится. Если будет рост и дополнительные какие-то меры контроля, может быть, это улучшится. Но тут все зависит еще от самих людей, как им комфортно быть, скажем так, на определенном легалайз уровне, или, скажем, быть под поле. Это тоже часть общей экономической такой, назовем так, среды, атмосферы. Руководитель группы компании «Капитал Гейтс» Станислав Кузнецов был сегодня с нами. Спасибо. Спасибо, Андрей. На этом все на сегодня. Следующий барометр в эфире через месяц. И Андрей Чистов. До новых встреч. Пока. Он не предсказывает. Он прогнозирует возможные изменения или отсутствие. Это барометр.